В России эпидемия телефонного мошенничества. И речь не просто о надоевших звонках с целью выведать код доступа к личному кабинету, преступники освоили новые методы. Многоходовые комбинации, психологическая обработка. В итоге человек, попавшийся на удочку, ведет себя как под гипнозом. Сам берет кредит в банке, отдает деньги мошенникам или переводит им личные сбережения. Причем среди жертв немало людей, казалось бы, финансово грамотных. Вот как такое возможно? А учитывая, что поймать аферистов крайне трудно, как действовать, если они вам позвонили? Это программа «Прокурор в теме». Я представляю гостя в студии, заместителя прокурора советского района города Самары Алексей Романович Баев. Приветствую вас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, тема, конечно же, актуальная. Вот буквально неделю назад мне поступил звонок от мошенников. Прекрасно мы с ними поговорили, конечно. И даже они признаются в том, что они мошенники и не стесняясь об этом сообщают. Давайте поговорим вообще о преступлениях. Вот какие преступления, совершаемые в сфере информационно-коммуникационных технологий, сейчас вот особенно актуальны. Алексей Романович. Да, действительно, это достаточно распространенный вид мошенничества. Преступность в настоящее время по указанным направлениям деятельности аферистов, она достаточно обширная и встречается достаточно часто. Людям постоянно поступают телефонные звонки с требованием передачи каких-либо данных, паспортных данных, кодов доступов к аккаунтам банковских приложений. К таким преступлениям можно отнести как раз взлом приложения аккаунтов банков, через которые можно переводить денежные средства. Это и спам-рассылки, хищение сведений, доступ к платежным каким-либо сервисам. Поэтому видов мошенничества, в этой сфере существует достаточно большое количество, и оно неустанно растет, с развитием информационных технологий развивается и вид такого мошенничества. И мошенники, к сожалению, становятся все более и более изощреннее и придумывают все новые и новые способы, буквально каждый день предупреждают о новых видах мошенников. Как определить именно телефонное мошенничество? Это я к тому, что самый распространенный вид, ну, по крайней мере, как мне звонят и представляются техническими специалистами службы Сбербанка. Скажите, реально специалист может позвонить или это сразу можно назвать телефонным мошенничеством? Да, действительно, реально специалист банка позвонить клиенту, своему клиенту может, но в любом случае при таком звонке стоит насторожиться. Никогда просто так специалист Сбербанка не будет звонить своему клиенту, тем более говорить о каких-то подозрительных движениях по счету. Переводов? Переводов, да, как сейчас это частенько бывает. И даже если такое произошло, необходимо перезвонить просто на официальный номер банка и уже в дальнейшем разговаривать с действительно сотрудником банка. А способы мошенничества, они действительно достаточно обширны, и мошенники представляются не только специалистами кредитных организаций, но и сотрудниками правоохранительных органов, и могут представляться и родственниками, и старыми знакомыми. И психологический обман, вот как вы вначале пояснили, он действительно имеет место, и зачастую мошенники даже никаких не просят данных и сведений, а настраивают разговор таким образом, что потерпевший сам предоставляет все эти сведения. Например, представляясь старыми знакомыми, родственниками, с которыми давно не поддерживает связь, слоумышленники не говорят, кто это конкретно звонит, а предлагают угадать. И, ну, например, вот поступает телефонный звонок, потерпевший отвечает «Алло». Я ему в трубку «Алло, привет, ты что меня узнал?» И потерпевший сам начинает угадывать звонящего. И в итоге угадывает. Конечно. Якобы, да? Да, якобы, мошенник говорит, ну, конечно, это я. И в дальнейшем уже строится разговор, который приводится к тому, что необходимо перечислить какие-либо денежные средства на какие-либо нужды, к примеру. Ну, или что-то связанное с этим, может быть, и передать какие-то сведения, относящиеся к приложениям банков. Поэтому мошенничество, оно выражается в обмане. И обман иногда зачастую так доходит до потерпевшего, что потерпевший даже не то, что обманывается мошенником, а обманывает сам себя. Да, сам себя. Ну, и не нужно забывать о подменных номерах, потому что очень часто с известного номера 900 также звонят мошенники, и поэтому не нужно, как бы, да, еще и верить тому, что ты видишь на экране, как говорится, проверь сам себя, да? Совершенно верно. Так вот, ни в коем случае мошенникам по телефону, как бы в доверие они не входили, нельзя сообщать данные какие? Мошенникам ни в коем случае, вообще людям, звонящим по телефону, ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные. Если вдруг это даже действительно необходимо для каких-либо банковских мероприятий, лучше и безопаснее посетить офис банка, где будут присутствовать настоящие специалисты настоящего банка и где будут проведены именно те действия, которые желает провести клиент этого банка. Те сведения, которые передаются по телефону, опять же, учитывая то, как профессионально мошенники представляются сотрудниками банка, возможно, могут уйти не в то направление, в которое хотел бы, чтобы ушли они к клиенту. Поэтому им можно единственное сообщать свои фамилии, имя, отчество. Эти сведения, они, в принципе, они зачастую есть уже у звонящих, потому что они начинают разговор с обращения по имени, по имени отчеству даже, да. Но ни в коем случае нельзя не говорить никакие короткие коды, которые приходят в СМС. Кроме того, об этом предупреждает даже само СМС. Если приходит СМС от банка, в СМС сообщение указано, что этот код никому не передавается. Даже сотрудникам банка иногда так пишут. Но, к сожалению, даже несмотря на предупреждения, которые есть в СМС сообщениях, потерпевшие, к сожалению, передают эти сведения и в дальнейшем уже становятся жертвой мошенничества. Ну, персональные данные, мне кажется, имя, фамилия, отчество, телефон, сейчас буквально на каждом углу мы сообщаем, ну, куда бы мы ни пошли, везде где-то нужно подписать какие-то документы, зачастую даже паспортные данные сообщаем. Но участились ли случаи в мошенников, когда оформляют на людей кредит? Вот, пожалуй, это, наверное, самое страшное, когда ты не сообщаешь никаких кодов с карты, ни номера карты, а узнаешь. Вот у меня есть знакомый, который чисто случайно узнал, что на него мошенники оформили достаточно приличный кредит. И что делать в таких ситуациях? Вот от вас, во-первых, совет, и как вообще такое может произойти? Такое может произойти, например, при посещении каких-либо сайтов. Мошенники, как я говорил, они идут в ногу с развитием информационных технологий, и они могут делать сайты, похожие на сайты банков, кредитных организаций, интернет-магазинов. И, например, человек, заходя в сеть интернет с целью покупки, ну, допустим, пары обуви, кофты, еще чего-либо, какого-нибудь предмета одежды, посещает сайт, на котором желает приобрести товар. Вместе с этим сайт этот, он не является настоящим, он уподобается оригинальному сайту подменой, является подменой. И на этом сайте клиент указывает свои персональные данные, номер кредитной карты, банковской карты, все коды доступа, в том числе трехзначный код на обороте карты. И таким образом злоумышленники получают доступ и к банковским картам, и к персональным сведениям, если они об этом указывают. Ну, и, соответственно, если есть персональные данные, уже с их помощью можно и оформить также онлайн-кредит. Ну, для начала нужно проверить подлинность сайта, потому что очень часто и интерфейсы совпадают, и, то есть, настолько вот очень мало, как говорится, найди несколько отличий, да, чтобы, ну, и ведь присылают специально ссылки на вот эти сайты, чтобы люди пользовались ими. А сейчас, когда такая непростая эпидемиологическая ситуация, и в торговые центры могут попасть не все, как раз, вот и особое внимание обратите, мошенники сейчас активизируются, и нужно быть предельно внимательным, так как нужно распознать фейковые сайты? Мошенники активизируются всегда, вне зависимости от эпидемиологической обстановки. У них нет режима самоизоляции и нерабочих дней. Поэтому нужно быть бдительным абсолютно всегда, и 24 часа в сутки мошенники могут появиться в любой момент. Отличить сайт можно по его домину, соответственно, по названию сайта, на который мы переходим. Кроме того, этот сайт можно найти в сети интернет. Скорее всего, настоящий оригинальный сайт будет в начале, а те сайты, которые подменные и приходят, вот как вы как раз правильно указали в рассылке, могут иметь одно-два отличия в названии ссылки на сайт. И, соответственно, человек не обращает на это внимания и переходит на подменный сайт, где оставляет свои персональные данные, которые потом, в последующем уходят в распоряжение мошенников. Ну вот, кстати, говорят, опять же, что портрет сейчас типичный жертвой мошенников меняется. Если раньше мошенникам удавалось чаще всего обманывать пожилых людей, то теперь на уловки преступников попадаются молодые. Вот чем это объяснить? Ведь считается, что молодежь-то более продвинута в части современных технологий, но как раз на уловки попадаются и молодые люди. На уловки действительно сейчас попадаются все категории граждан, и молодые, и пожилые. Разница только в том, в какой форме совершено мошенничество в отношении них. Пожилые люди, которые не пользуются интернетом, больше попадаются на телефонные мошенничества, более доверительно относятся к звонящим. Например, когда им звонит, мошенник представляется внуком, сыном, дочерью, родственником, каким-либо другим, просят о помощи, денежной помощи. И как бы вот частенько бывает так, что на вот эти уловки пожилые граждане попадаются. Более молодые, продвинутые, которые участвуют активно в деятельности интернета и приобретают товары путем покупки через онлайн, попадаются чаще на таких вот вид мошенничества, как раз на переход на подставные сайты. Все равно, как бы то ни было, обычно в смс-сообщениях указывают о каких-то больших скидках на товары, которые сейчас хочет получить любой подросток, какой-нибудь новый айфон, не за космические суммы, которые он стоит в магазине, а за бесценок практически. И желание приобрести его и стать его обладателем зачастую, конечно, затуманивает разум и уходит персональные данные банковских карт вот таким способом злоумышленника. Ну и помнить нужно еще о том, что бесплатный сыр, конечно, бывает только в мышеловке, различные розыгрыши, лотереи. Ну вот, согласитесь, друзья, знакомые чтенько присылают в ленту новостей какие-то современные новые виды мошенничества. Вот, вы знаете, я недавно буквально узнала, что последнее, как говорится, мошенничество – это так называемые смс-боты, когда в известные мессенджеры сыпятся одновременно по 100-200 смс, и вам просто предлагают переслать скриншот. Так вот, пересылать никогда ничего не стоит, и даже есть такая рассылка, вас спрашивают, привиты вы, звонящий звонит и говорит, вы привиты, нажмите один. Вот, получается, вообще никак контактировать с мошенниками нельзя? С мошенниками контактировать не стоит. Ни при каких обстоятельствах с ними поддерживать сообщение, контакты не имеет никакого смысла. Более того, это представляет определенную угрозу для потенциального потерпевшего. И если есть возможность, если мошенник определен сразу, лучше сразу прекратить с ним разговор. – Какая ответственность предусмотрена, скажите, пожалуйста, Алексей Романович, за совершение мошенничества? – За совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за мошенничество достигает 10 лет лишения свободы в зависимости от квалифицирующих признаков, в том числе от суммы ущерба. – Если вы стали жертвой мошенников, куда стоит обращаться в первую очередь? – В зависимости от вида мошенничества, опять же, если это телефонное мошенничество, и если это связано с банковской картой, в первую очередь необходимо обратиться в свой банк. И заблокировать банковскую карту, на которую совершено посягательство, а лучше вообще заблокировать все банковские карты на время… – Потому что так или иначе они между собой связаны? – Поэтому лучше принять меры для блокировки всех банковских карт на время разбирательства и сразу же обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении. – Причем не обязательно идти в банк, это может произойти в любое время суток, можно сделать это в личном кабинете и по звонку горячей линии. Но не даром мы с вами, Алексей Романович, говорим сегодня на эту тему. Какое отношение прокуратуры имени к мошенничеству и на страже ли вы закона вот таких действий? – Прокуратура принимает активное участие в координации деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и предупреждении преступления в сфере мошенничества. Мы осуществляем надзор за ходом и результатом расследования таких уголовных дел. Но, как бы то ни было, самая главная и самая основная часть борьбы с мошенничеством – это предупреждение мошенничества. Необходимо предупреждать граждан о возможных случаях мошенничества, о правильном поведении в любой жизненной ситуации, в которой могут наши граждане столкнуться с таким видом мошенничества. Поэтому мы надеемся, что граждане будут более бдительны в отношении своих же денежных средств, в отношении самих себя, особенно разговаривая по телефону с неустановленными гражданами. Раскрытие преступлений таких достаточно сложное и принимается огромный комплекс мер процессуальных правоохранительными органами. Но, опять же, говорю, что самое главное, что нужно делать – это быть бдительным самому гражданину, чтобы не попасться на уловки злоумышленников. Какие бы советы Вы дали в первую очередь сейчас пожилым людям? Ведь все-таки, несмотря на то, что и молодежь является жертвами мошенников, но все-таки, наверное, подвержены больше пожилые люди. Что ни в коем случае нельзя делать, если поступил звонок с неизвестного номера или номер даже элементарно не определился на экране телефона? – Я не могу сказать, что не нужно отвечать на такие телефоны, которые не определяются или которые неизвестны. Опять же, как бы то ни было, с этого номера и действительно может позвонить и друг, и родственник. Ответить стоит, но стоит быть бдительным. Если это друг звонит с какого-то непонятного номера, лучше перезвонить другу на тот номер, который есть известный. В том же случае, если звонит какой-то родственник, внук просит о помощи. Даже когда говорят, что телефон утерян, потерян, украден, все равно лучше совершить звонок на тот номер, перепроверить. И уж если вдруг это подтверждается, продолжить разговор с первым звонящим, но опять же не теряя бдительности. – Эксперты также советуют спросить номер. Вы знаете, по какому номеру я могу с вами связаться? И вот это, как правило, загоняет мошенников в угол, они не говорят номер, на который перезвонить или ответить. Да, но нет. Вы берете, вы брали кредит в нашем банке? Да, но нет. Говорят, вот эта фраза также выбивает мошенников из колеи, но тем не менее, как вы совершенно точно сказали, ни в коем случае нельзя говорить ни номер карты, ни особенно вот три эти цифры, да, которые находятся на оборотной стороне. Скажите, пожалуйста, вот кроме таких преступлений, связанных еще с телефонным мошенничеством, бывают ли случаи неумышленного представления данных банковских карт? Ну вот, например, их утрата, да? Какие меры в таких случаях стоит предпринять? Да, действительно, бывают случаи утраты банковской карты, тем более, опять же, с развитием информационных технологий банковские карты. Оплата банковскими картами теперь предусмотрена и бесконтактная, и при оплате бесконтактным образом не требуется код-пароль от этой банковской карты до суммы в тысячу рублей. Да. И утрата банковской карты – это серьезная угроза вашему бюджету потерявшему. Поэтому при обнаружении утраты такой банковской карты необходимо незамедлительно принять меры по ее блокировке. Скажите, ну а тот, кто нашел, может быть, это не мошенник, может быть, это подросток, может быть, это человек, который не знает, что грозит ответственность. Кстати, какая грозит ответственность за использование вот именно банковской карты и когда человек оплачивает товары? Да, действительно. Предусмотрена ответственность для граждан, которые обнаружают банковскую карту и присваивают ее себе. Еще в 2018 году были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовный кодекс был пополнен пунктом Г, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за такое преступление может достигать 6 лет лишения свободы. Преступление это относится к категории тяжких. Получается так, что утерянная банковская карта обнаружается другим лицом. И зачастую даже вот такого гражданина не получается назвать злоумышленником. Да, я нашел. Я же не украл наверняка такое оправдание. Вроде как бы и такого умысла злого не было. Но тем не менее это преступление. Из-за него грозит серьезное наказание. Люди, обнаружая банковскую карту, присваивают ее себе. В магазин приобретают продукты питания. Зачастую на ту сумму, которую можно оплатить бесконтактным способом. Как правило, это продукты питания. Но такие преступления, они легко раскрываемы. Потому что каждая оплата банковской карты, она фиксируется и легко отслеживается. Все такие граждане, они обнаружаются, их личность устанавливается. И они привлекаются к уголовной ответственности. Ну а потом не будем забывать, что сейчас и в магазинах, и в банкоматах установлены камеры. И поэтому бывают даже такие случаи, когда вот в очереди в банкомат человек карту достал, а деньги забыл. Бывают такие случаи, и в следующей очереди, к примеру, эти деньги похитил. Тоже такие преступления легко раскрываются, потому что, как я уже сказала, камеры везде, и от них не скрыться. Да, это действительно так. Хорошо. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я хочу сейчас спросить вас все-таки, какие есть способы защиты от мошенников и какие реально работают? От мошенников есть способ защиты, которым пользуюсь даже, например, лично я. У меня установлена программа по блокировке спам-звонков. И раз в сутки получаю информацию о тех звонках, которые были заблокированы за текущий день. И, честно сказать, я иногда удивляюсь, потому что вечером приходят смс-уведомления о блокировке порядка 30 спам-звонков. Ну, а так, способы есть различные. И самый главный способ – это бдительность каждого гражданина, как я это уже обращал внимание. Это самый основной, самый действенный и самый безотказный способ защиты от мошенничества. Хорошо. В конце разговора хотелось бы отвлечься от темы мошенников, поговорить у вас о вашей профессии. Скажите, пожалуйста, вот почему вы выбрали именно эту профессию, как давно вы в ней, и любите ли вы свою работу? Профессию я выбрал осознанно, самостоятельно, в ней достаточное уже время. И запал в работе, никуда не пропал, как вот он появился, когда я устроился, как только получил первое звание и до настоящего времени. Есть силы, есть желание, рвение к работе и по настоящее время. И осознанность выбора была сделана еще в глубоком детстве, и так она шла со мной всю жизнь. И пока нисколько не пожалела о сделанном выборе. Хорошо. А особенности советского района, работы именно в советском районе, есть какие-то свои особенности? И вот если все-таки охарактеризовать этот район, в котором вы работаете, криминальный ли он, ну, даже по сравнению с районами другими в нашем городе? Сравнить криминальные проявления в районах не могу. Криминальность, она встречается в любом районе. Каких-либо особенностей в советском районе, в отличие от других районов, по моему мнению, нет. Все виды преступлений, к сожалению, встречаются на территории любого района, городского округа, и Самары, и области. И как в советском, так и в других районах правоохранительные органы неустанно работают в круглые сутки совместно с органами прокуратуры. Спасибо вам большое за интересную, плодотворную беседу. Мы сегодня очень дали много ценной информации. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok